Медицинская служба Нефтекамска будет готова принять обратившихся за помощью с первого дня нового года. Традиционно будет работать приемный покой, который круглосуточно оказывает помощь горожанам. Поликлиники начнут принимать пациентов 2 января. Больница будет работать в зависимости от той службы, которую мы сейчас озвучиваем. Скорая помощь, естественно, работает в круглосуточном режиме. Поликлинические отделения, включая детскую поликлинику, включая поликлиники в поселке Амзя, в энергетике, рабочими днями для них являются 2, 4, 6, 8 и 10 января. Воспользоваться услугами почтовых отделений будет невозможно 1, 2 и 7 января. 31 декабря и 6 января рабочий день организации будет сокращен на 1 час. В остальные дни, начиная с 3 числа, сотрудники почтампа начнут работу в обычном режиме. Изменения внесены и в график работы нефтекамского филиала Башавтотранс. 1 января отменены все городские и пригородные междугородние маршруты до 8 часов утра, а также рейсы в Старо-Болтачево и в Верхние Татышлы. Начиная со 2 января все маршруты продолжат свою работу в обычном режиме. 31 числа мы отменяем 1 рейс в Уфу, 15, 40 с Нефтекамска и 20, 0,5 с Уфа. Пригородные маршруты, только 1 маршрут закрывается, так отменяем 1 рейс, это 2 стадия с Карманова. Остальные 31 числа по расписанию будут работать. Городские автобусные маршруты начнут работать примерно где-то с 8. Традиционно в канун празднования Нового года изменится стоимость проезда на такси. 31 декабря после 8 вечера цены за поездку повысятся в два раза. И до какого времени горожане будут кататься по повышенному тарифу, на данный момент остается неизвестным. Татьяна Галиева, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова